всем снова привет это третья часть о помадах помадах которые есть в моем доме как моих так и моей мамы чтобы было интересно я все собрала вместе но те кто смотрит третью часть для них это уже как заело пластинку да те кто зашел первый раз то мне приходится каждый раз это повторять но вступление длинные были в первую во второй части больше об этом говорить не буду эйвен и фаберлик вы можете смотреть первую вторую часть в третью я покажу все что у меня осталось это немного арифлей немного моряки и так по чуть-чуть разных серий давайте с арифлей начну есть такая у них линейка the one у меня пара помад есть одна у меня другая у мамы давайте посмотрим название сама помада выглядит вот так мне она нравится вот эта помада настолько беспроблемная я не знаю как у других девочки я если честно даже на нее не слышала отзывов нравится она другим или нет для меня вот если не знаешь чем быстренько накраситься вот покрась и можешь бежать по своим делам и одна помада есть еще у мамы вот с таким названием и как я уже говорила в первых частях мама любит поярче я побледнее но я у нее таскаю поярче когда мне это надо следующая серия это вот такая от арифлей очень интересная вот эти помада тем что у них очень большой стик в наше время вообще редко какие организации но компании это делают такие большие стики как прям старые добрые времена давайте цвет покажу вот я ее открыла далеко от себя аромат уже чувствую ну что ты вот такое вот название это самая дешевая по моему серия в арифлейм видно видите стик ломается немножко поэтому я ее так осторожно она перламутровая я перламутр очень люблю мне не идут матовые помады у меня всего одна недавно купленная прям совсем недавно и правда я и рада она мне понравилась и еще две помады из этой же серии я покажу с арифлейм я мало знакомая следить так уж совсем честно говорить вот такое название это уже заказывал себе мама я могу сейчас показать одно и то же потому что мне кажется мы с ней одинаковые заказывали вот наверно я сейчас не знаю это же или нет показывая но я могу показать одно и то же меня девчонки часто говорят как ты видишь а спецэффекты ха-ха я не буду переснимать хорошо то вот хулиганка видите что она делала но без спецэффектов не интересно так сейчас она да вот эти наверное одинаковые я показала а может нет девчонки часто мне говорят ну что ты показываешь неужели не видно нет не видно вы смотрите во весь экран вот эти вот название а у меня малюсенький малюсенький экранчик а когда зрение не очень хорошие то сожалению плохо видно вот такое красивый цвет интересно давайте я вот эту хулиганку отставлю я боюсь что вот это такая же пузатик может сделать то же самое все таки эта сторона не моя если падает там то ладно это все таки не с моей стороны лучше не хулиганить так у меня есть от tiande вот такая помада она я в tiande вообще мало что понимаю вот номер 07 это единственная помада мне прислали в подарок но цвет не мой поэтому я ей почти не пользуюсь но вот пользуюсь так что делаю иногда сводчи иногда кисточкой чуть-чуть наношу на губы но чтобы так вот полностью как вот накрасить и носить я не могу потому что этот цвет не мой мне не идут такие яркие цвета к сожалению но цвет кто любит такие цвета очень красивый и кому он идет то смотрится благородно и очень хорошо красиво от tiande есть еще одна ни одна один блеск city style у них есть вот такой 01 оттенок блеск тоже не нашел буду его отдавать вот он такой он немножко выбеливает губы для меня ну не мой цвет мы не такой светло-розовый не идет я с прошлых роликов вот видите там вдали собираю то есть все что я буду отдавать я туда складываю а вот еще одну помаду нашла the one это какая-то ультра сияющая сильно сверкающая от oriflame вот с таким названием немножко ошиблась я с цветом хотела чуть-чуть другой но заказала вот такой вот здесь покажу ну его я нашел такой полу глянцевый нежный с блестками с такими легкими вот они прям видно сияют сверкают его я ношу кому-то может кажется вот этот лет блеск ничем особо отличаются но вот этот на мне некрасиво этот более-менее нормально вот поэтому этот нашу следующий блеск я вам покажу вот орды ком в номере кажется вот тут 10 он очень яркий темный его я не ношу мне его подарили но очень слишком ярко я иногда свой чего так вот делаю и убираю но пока срок годности у него хороший и поэтому я его лучше отдам тому кто будет его с удовольствием носить кому подойдет такой цвет поэтому кучка собирается это подарок тоже тут уже постиралась все названия и номера вон такой зверек неизвестной породы стал давайте вам просто как бы цвет покажу какой красивый он липкий но симпатичный поэтому иногда иногда я его ношу я ему липкость прощаю он ложится как помада плотненько и смотрится неплохо я такие вот текстуры могу носить зимой когда шапка чтобы волосы у меня длинные волосы не летали не прилипали потому что это ужасно на каждая девочка знает что такое когда блеску прилипают ну или какой-то липкой помаде волосы поэтому когда шапочка вот я такие вот могу носить есть у меня две помады вот такие вот я их покупала фикс прайсе они мне чем-то напоминают помаду леди от эйвен но по цене они конечно подешевле идут это тут есть вообще какие-нибудь знаки отличительные да тон 12 в целом помада неплохие очень приятно карамелькой такой сладкий сладким сладким чем-то пахнут но чуть-чуть они подсушивают такой небольшой перламутровый эффект есть немножко напоминают помады 90-х и 2 тонн 16 такой она уже покрасней тем покажу вот здесь вот такой первую я ношу а вот эту редко редко а первую я больше мне понравилось но брала я их именно по тестировать хотела не просто от того что мы там помад не хватает жизни нет не очень хотелось фикс прайсе купить такую помаду и посмотреть какие цвета и как они будут носиться но тем не менее иногда и на шуток вам зубки заговариваю потому что руку быстренько стараюсь успеть вытереть от мэри кэй у меня есть одна помада у них очень интересный дизайн тут прозрачная еще вам стук очень неудобно в обнимку с камерой сидеть на самом деле надо будет как-нибудь себя со стороны и снять попросить родственников вот такая помада она открывается так что здесь нажимаете хорошо что это пулька не вылетает она фиксируется и уже вы вынимаете сами вот такой интересный осенний цвет из брыжинку уходит и в коричневый уходит вот такой вот люблю я эту помаду она мне нравится мне ее прислала оксаночка алексанова спасибо тебе ксуш огромное прям нравится следующая помада это моя любимка так я ее уже тут затерла как могла давайте вам покажу серию видите как она блестит наших не фокусируется даже вот так она смотрится то он у нее 255 это мне юленичка прислала вот она такая красивая я ее очень очень люблю она у меня и зимой и летом и в праздник так не сломать бы она и светится и при этом не сильно яркая смотрится очень красиво и электричество когда и солнце когда и любая погода а в плохую погоду она настроение поднимает яркая красивая и при этом не в смысле яркая то что она такая с блесточками но при этом у нее нету яркости цветовой еще одна помада это тоже от мэйбелин как и предыдущие только так сделать у меня моя красавица ты не попала в кадр только другая серия не знаю какая то точно ну вот кто уходит в летуаль знают что это за серии 173 оттенок тут видно название вот такая вот помада розовая сочная краше ей не часто потому что она плотная но крашу под настроение крашу это подарок это тоже подарок мне надежда присылала надюш спасибо огромное с этой помадой угадала блеск темноват оказался но ничего я им тоже чуть-чуть но пользовалась но очень сложно на самом деле для меня девчонки герои кто декоративку рискует посылать это вообще здорово а уж если она подошла это вообще радость неописуемые на самом деле и последнюю помаду покажу это как я сказала матовая помада которая у меня есть одна единственная рискнула я взяла это от vivienne sabo sabo да тон 212 вот так называется это серия или коллекции я не знаю как давайте покажу цвет немножко не рассчитала с цветом хотелось бы чуть-чуть посветлей немножко темновато оказалось но ложится хорошо на губах ведет себя хорошо чуть-чуть подсушивая губы вот такой у нее спонж если бы была возможность купить посветлей более нюдовую более такой вот цвета губ то я была бы более счастливой потому что как на губах она мне в целом понравилась вот такие помады вот столько у меня помад а ну вот я еще одну не показала блеск это но это блеск знаете такое от мэри кей так есть тут что-нибудь в общем вот тут вот что то есть но я им не пользуюсь и пользоваться не буду потому что он очень липкий видно я им даже и не мазала потому что когда он у меня появился сразу меня предупредили что он очень-очень липкий поэтому вот я его как вот он есть кому-нибудь предложу из молодых девочек знакомых если будут пользоваться то будут ну как часто я знаю что молодежь но молоденькие девочки на липкость особого внимания не обращают это уже мы там начинаем привередничать поэтому этот блеск я тоже отдам вот такая у меня не маленькая коллекция но на самом деле явно еще буду разбираться тут есть то что я практически не использую есть любимцы любимцами естественно я пользуюсь чаще и хотя гора большая но на самом деле помады которые заказываешь по каталогам часто ошибаешься в магазинах выбирать намного правильнее и лучше вот это я тоже отдам поэтому я еще разберусь которые мне не нужны я избавлюсь чтобы спокойнее уже совесть свою уговорить покупать новые которые мне пойдут вот это я сейчас специально собираю чтобы вам показать целом как выглядит моя помадная косметичка вот так но это мамина спасибо всем за внимание надеюсь со мной было интересно все три части яс на самом деле сама получила огромное удовольствие потому что я могу просто сидеть вечер и вот так вот наносить сволочи смотреть стирать их может быть закончится это все дело макияжем что подумаю как могу я эту помаду например с какими глазками поносить или там подо что на мне больше подойдет и могу вечером пока смотреть чей-то ролик взять себя накрасить и разные варианты попробовать но мне кажется так многие девочки делают спасибо всем за внимание могу я с вами расстаться три дня молчала видите сегодня прорвала аж на три ролика всем пока до новых встреч